Олимпийский чемпион Михаил Васильев с Мирненской командой радуется первой шайбе. Они как настоящие друзья, хотя вместе играют третий день. Много очень эмоций, как это все передать. Две недели звездный десант российского хоккея в Алмазной провинции. В рамках фестиваля «Настроение» прошли 14 мастер-классов, 12 товарищеских игр. Подарены десятки шайб, фотокарточек с автографами. В Айхале с малышами технику катания отрабатывал Александр Байков. Ребята старались, повторяли упражнения по несколько раз. Тренер детской сборной Сергей Питаев перенимал опыт у коллеги. Здесь же на льду Михаил Васильев и Игорь Григоренко провели тренировку и для юношей. Работали над разными приемами, давали серьезные нагрузки. У маленьких своя программа. Александр Байков великолепно все это знает, все умеет делать. И не только с маленькими, конечно, и с большими. А с большими ребятами мы попытались им рассказать и показать вот эти азы, на чем строится хоккей как игра. Хоккей как игра – это качество, прежде всего, это качество хорошее катание, голова должна думать и выполняться упражнения должны правильно. То есть это пас очень хороший, культура паса, корректный пас. Но в хоккей играют не только мальчишки. Для Саши Джабраилова из Мирного клюшка важнее новой сумочки. Она только полгода назад впервые встала на коньки и уже играет в команде. Это была моя мечта. Сначала я была защитником, захотела просто. И моя мечта была сейчас быть вратарем. Я попросила папу, чтобы я пошла на хоккей. А он как отреагировал? Что сказал тебе? Он сказал, о боже, почему ты пошла на хоккей. У него такая реакция была. А сейчас он доволен, приходит на игры? Да, он очень доволен и мама тоже приходит на игры. Сегодня звездное трио вместе с детьми бегает, прыгает, играет в футбол. Удивительно, но хоккей начинается именно здесь, в спортивном зале. Что такое хоккей? Это умение владеть своим телом, умение держать это тело в хорошем состоянии, чтобы осуществлять более сложные взаимодействия. Все сложные взаимодействия начинаются с простых. С простой игре во дворе, с простых эстафет, которые мы сегодня сделали на открытом уроке. Поэтому здесь ничего нет удивительного. Для многих жителей Алмазной провинции хоккей не увлечение, а образ жизни. Для работников Алроса этот спорт по-особенному родной. Компания с 2015 года сотрудничает с Федерацией хоккея России. Мы очень рады отметить, что некоторые команды играют на достаточно хорошем уровне. Но, конечно, нет предела совершенства. И я думаю, что в ближайшем будущем мы реализуем что-то подобное, что уже случилось у нас сейчас. Я очень на это надеюсь. Настроение ждали и местные хоккеисты, и местные тренеры. Для них такие встречи – возможность принять у легенд спорта опыт и секреты тренерского успеха. Все заметки останутся при тренере. Давайте будет этот секрет. Всю неделю на нашем канале будут выходить дневники фестиваля. Лучшие интервью, репортажи. И финальный матч 5 мая, 19.30. Так что не пропустите и почувствуйте настроение Алроса. Марфа Якулева, Оксана Мезенцева, Ксения Исламова, Антон Каханский. Телеканал «Алмазный край». Спасибо.